Привет, ребятушки! Знаю, что вам кажется, что на выставке Велопарк должно быть много-много всего интересного, но для каждого человека интересны свои вещи. Ну, в данном случае я решил посетить компанию Normark и их стенд, где разложены компоненты SLX и XT тоже, потому что здесь есть один момент, который мне будет действительно интересен, но к нему я вернусь чуть позже. Сначала по переклюкам. Ну, в принципе, переклюки, которые жрут много звездочек, у которых на лапке ось вращения самой лапки смещена. Так, сейчас мы выключим хомут. Ось вращения самой лапки смещена относительно ролика. Это позволяет нам включаться на большие звезды до 45 или до 51 зуба. То есть на моделях SLX и на XT прямо на лапках теперь указано, сколько максимум может сожрать лапка в работе на задней кассете. Это 7100 до 51 зуба. И это у нас моделька 7120 до 45 зубов. По XT, я полагаю, что маркировка будет примерно соответствовать, только начинаться не на 7, а на 8 на цифру. M8120 до 45. И что, наоборот, что ли, получается, да? Здесь 120 до 45. А, да, все так же, то же самое. 8120 до 51. Категорически какие-нибудь различия между переключателями XT и SLX? Да, очень интересно, есть ли они. Да, на самом деле, очевидных различий, которые бы прям били в глаз, не видно. Ролики немножко по-разному реализованы. Это промподшипники. Здесь классические вот эти втулочки скольжения, которые, в общем-то, на срок службы роликов из вот этого POM. Это материал довольно износоустойчивый, хороший. Делал из него какие-то деталюшки у себя в сервисе. В общем, они отслуживают сами ролики до того, как сносятся втулки. Поэтому, ну, на свой взгляд, не вижу глубокого смысла в переплате за XT в этом году. Снизу, ну, да, смотрите-ка, вот еще одна разница увиделась. Вот здесь вот колпачок есть, через который можно отрегулировать преднатяжение вот этого хомута. Да, у нас хомут системы, которая муфту зажимает, чтобы у нас лапка вперед не уходила, чтобы цепь не колбасила по перу и точнее держалась. Лапку мы выключаем. Все, у нас мягкое переключение, легко включается на большую звезду. То есть нажать на флажок монетки намного легче. Вот здесь вот есть шестигранничек, подкрутив который, во включенном состоянии мы усиливаем давление на муфту, и разжим становится сложнее. Соответственно, включать на монетке передачу полегче, да, то есть на большую звезду включаться становится тяжелее. Так, это у нас выплюнулось в очередной раз за оглушка торосика. Ну, такая же, как и 100 тысяч лет назад, ничего, сжимано в этом плане по классике, осталась верна своему, скажем, принципу. Жмется монетка, ну, у меня, скажем, есть в эксплуатации монетка SLX, какого-то бородатого года. Это Dior XT, которая... О, пардон, у меня монетка Saint, это монетка XT. А, в принципе, даже на Великой Жене есть монетки XT. Ну, в общем, что могу сказать. Эти монетки жмутся прям сильно потяжелее, причем в обоих направлениях. Щелчок прям очень отчетливый. Двойной должен быть, по идее. Сейчас попробуем еще раз. Так, да. Жмется оно четко, уверенно, люфта нет. Двойной клик есть, двойной сброс под большой палец. И так же с двух сторон можно работать. То есть, ну, монетка по классике осталась. Особый интерес вызвала вот эта вот монеточка. Это монетка с одним-единственным флажком. Монетка переключения на передок. Да, то есть она ставится под левую руку и работает она следующим образом. Первый щелчок. Второй щелчок. Обратно вернулись на маленькую звезду. Да, перешли на звезду побольше. Еще один щелчок и перешли обратно на маленькую звезду. Вот. Ну, а там... Там ребята стараются громче кричать, чтобы у меня видео не получилось. Обидно на самом деле немножко, но да ладно. Вот. Здесь у нас есть маленький флажок. Спор, насчет которого получился у нас с каким-то человеком, который убеждал меня, что это, говорит, на две или три передачи разница. Но это не так. Так, этот флажочек маленький позволяет нам выставить положение. Положение второго щелчка, так сказать, до перехода на маленькую звезду. То есть, смотрите, сейчас у нас он где-то вот здесь. Меняем вот этот флажочек. И на второй щелчок стало значительно дальше, да. То есть, второй щелчок, чтобы включить на звезду поменьше, нам придется дальше тянуться. То есть, Шамана говорит о том, что благодаря вот этому флажку мы можем сделать выбор, да. Выбрать то, что нам будет удобнее. Либо, чтобы было для переключения на мелкую звезду тянуться не слишком далеко, либо, чтобы в гонке случайно не произошло переключение на меньшую звезду, да. То есть, это перед подъемом в горку нам нужно. Мы можем отодвинуть его подальше. Благодаря вот этому флажку. То есть, это не две-три передачи, это именно положение второго щелчка, да. Вот здесь оно будет, либо вот здесь. Именно на второй щелчок. Втулка SLX, да. М8100. Шикарная штука, но крутится опять же туго. Насыпь, все по классике, но перед тем, как зажать ее в вилке, я бы ее немножечко, ну, как вы знаете, прослабил бы немножко. Дальше. Прикольный треск такой у нас. Кассета под MicroSply шимановский. Здесь, наконец-то, у шимана появилось 10 зубов, но это уже, в принципе, для многих не новость. И недавно анонсированный у них, то есть, может, в прошлом году, не помню, бесшумная трещотка. Точнее, ну как, она не совсем трещотка. С практически мгновенным схватыванием. Вот это реально интересная технология, но это не тот самый старый Silent Clutch, который уже был реализован. И оська, кстати, здесь крутится уже поприятнее. Не тот самый Silent Clutch, который был ранее реализован. Здесь реализованы иначе. Ребята из компании Normark, спасибо им большое, дали уже разобранную втулку, где мы можем посмотреть кое-какие моменты. Барабан стал на парамах. Промы, по-моему, 6305 я смотрел. Ну, не суть важна. Стандартный номер на них есть. Да, Шимана на парамах, ребята, куда катится мир. И вот, собственно говоря, принцип работы этой штуки. Здесь есть косой шлиц. Под вот этой алюминиевой деталькой есть ответный шлиц. Все это дело при работе непосредственно внутри, когда у нас есть трение, работает бесшумно. Как только пошло зацепление, все это дело должно схватиться и поехать. Как будет работать на практике такая вещь, которая, скажем так, ну, вот тут видно, как оно по косому шлицу движется. Вот как будет работать на практике вещь, основа которой, основа зацепа которой, трение, покажет только время. Что будет происходить с ней при попадании влаги, опять же, только время покажет. Майкросплайн, сам вот он выглядит. Маленький шлиц. Это не XD барабан. Переточить из обычного алюминиевого барабана в XD, как это прокатывается многими втулками на парамах, не получится. То есть это абсолютно свой новый мир у Шимана. Хорошо это или плохо, но покажет только время. Но вот именно как работает захват вот этот, абсолютное отсутствие щелчков, и прям вот, не знаю, холостой ход, я не знаю, сколько он составляет в цифрах, но по ощущениям просто ноль. То есть это реально кайфово. Я бы покатался на такой втулке, просто из интереса, как оно будет жить и работать. 12-ти скоростные трансмиссии у Шимана. Ну, судя по опыту других людей, работают все-таки надежнее, чем у СРЭМа. И еще один момент, последний у нас... А, нет, не последний, предпоследний. Айстек. Ротор, в принципе, технология давно известна, но здесь у нас что сделали? Здесь у нас сделали выштамповки, которые теоретически добавят жесткости всей этой конструкции и снизят перекосы при перегреве. Ну, и вот это вот ребро, это алюминий. Ну, сама суть того, что они сделали биметаллический ротор, да, то есть здесь нержавейка, внутри алюминий, снаружи нержавейка. Это все не ново. Но, тем не менее, в горах, в горах, эта тема работает. Она позволяет меньше перегревать тормоза. И еще одна фишка, ну, тоже, опять же, может, она не сильно новая, но непосредственно очень бесячая. Звездочка Made in Japan написана. Да и шатун сам сделан в Японии. 8000, это XT, значит, да. У нас паук прикреплен локрингом, таким же аналогичным тому, что крепит центр лок втулки, да, то есть по тот же шлиц идет. И звездочка мелкими винтами прикручена. То есть ребята старательно уходят от того, чтобы китайцы выпускали звезды, совместимые с их системами. То есть это, конечно, мало приятного, что нас заставляют Shimano покупать строго Shimano. Но я думаю, китайцы тоже догонят их срок. И мы получим возможность покупать не менее надежные, но более дешевые компоненты. Ну, как-то вот такая, в общем, сумбурная тема. А, вот еще один момент, кстати, да. По поводу втулок на промах всегда есть один нюанс. Ось в конструкции со втулкой на промах всегда сильнее всего нагружена вот именно в этом месте. И когда здесь есть утолщение, ось работает хорошо. Когда утолщения нет, а используется просто трубка, по этой трубке под тяжелыми ездоками, либо при более-менее активной эксплуатации, ось ломается. Раньше в конструкции втулок Shimano барабан прикручивался намертво к корпусу втулки. И это повышало общую жесткость втулки. Подшипники, опорная часть была вот здесь, соответственно, с этого края, и с края барабана. То есть нагрузка на ось была минимальная. И жесткость у нас у колеса получалась довольно высокая. В данной ситуации сделали так же, как на большинстве втулок на промподшипниках. То есть теперь у нас самая нагрузка будет ложиться на центральную часть оси. Shimano, конечно, заранее предусмотрели здесь очень значительное утолщение. Все это, конус является частью оси. Все это довольно плотненько собрано, сбито. Ну и, соответственно, промподшипник. А, здесь два разных промподшипника, кстати, разного размера. Промподшипник одевается уже на эту ось. То есть нагрузки у нас идут такие же, как на обычную ось. Но не скажу, что это заметно скажется на жесткости колеса, и тем более на ощущение его жесткости. Но, тем не менее, сам факт. Shimano потихоньку берет другие технологии. В сборе, в принципе, работает хорошо. Слышно немножко звона от проезжающего сзади твиттера. Слышно немножко звона и от этой втулки. Но это, скорее всего, потому что нет пыльника и нет смазки. Все здесь уже на сухую. Много народа это дело посмотрело. И я надеюсь... Ну, кстати говоря, вот такие штуки в интернетах есть. И если очень душно нужно, можно найти видос и перевести его на русский. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok